МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гражданин может здесь, в Хакасии, в Абакане, пойти в отпуск без содержания или в очередной отпуск. За ним сохраняются трудовые отношения с работодателем. А в этот период, когда он будет работать на объекте временно, он будет получать там заработную плату. Величина зарплаты по отдельным вакансиям может достигать 60 тысяч рублей. Водителям категорий Б, Д и погрузчиков, а также грузчикам обещают около 45 тысяч. Кстати, эти специальности сегодня особенно востребованы в Сочи. Всего же в Олимпийском городе открыто 17 с лишним тысяч мест. В основном требуются специалисты в сфере транспорта, туризма, сервиса. В большинстве случаев работодатели обещают обеспечить временных сотрудников жильем, питанием, униформой. Кроме того, гарантируется полная или частичная компенсация затрат на переезд. Добавим, что получить полную информацию о вакансиях в Сочи можно на сайте. Адрес вы видите на экранах. В армию с учебной скамьи отправятся уже в ближайшее время студенты ХТИ некоторых специальностей. К такой перспективе многие учащиеся очно на первом и втором курсе были морально не готовы. Впрочем, руководство филиала СФУ в Абакане заявляет. О неожиданном призыве предупреждали еще абитуриентов и их родителей. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Топтать сапоги на плацу, а не грызть гранит наук в скором времени придется этим молодым людям. Признают, перспектива не радует. Первого из одногруппников провожают как на фронт. У нас парня уже завтра увозят одного в армию. Но у нас угроза весной будет, мы еще как 17-летние. Надеемся, что будет срочка. Огорчили. Огорченных сегодня несколько десятков. Это те, кто обучается на бакалавриате по направлениям прикладная информатика и строительство. В этом же направлении не аккредитована и магистратура. Если вкратце, получить необходимые документы в ВУЗ сможет только, когда нынешние первокурсники будут учиться на четвертом, а это не ранее 2015 года. Таков переменчивый федеральный закон о образовании. Впрочем, руководство ВУЗа настаивает об отсутствии отсрочки. Если их этот вопрос интересовал, студентов, абитуриентов, то они, естественно, могли задать любой вопрос, и они бы получили. То есть мы ничего не скрывали, все было это. Но не наша задача, как бы, ходить и говорить ребенку, что ты не иди, потому что тебя там заберут в армию. Мы не знаем, заберут их в армию или нет. По нашей информации, не аккредитованы несколько направлений не только в ХТИ. Правда, в других филиалах СФУ в Красноярске, Шушенском, Техникумах студенты напряглись и только. Реально получили повестки учащиеся Абакана. Вот эта ситуация, она очень интересная. Почему? Вот, допустим, наш головной ВУЗ, они говорят, что военкомат Красноярска берет только первую страничку. Вот эту. То есть это свидетельство о том, что ВУЗ имеет государственную аккредитацию. Вот для них этого достаточно, и они больше студентов СФУ не трогают. А в городе Абакане военкомат считает, что можно поднимать и смотреть приложение. Впрочем, такое особое внимание в рамках закона, в котором ясно прописана отсрочка, дается только на аккредитованных направлениях. Закон един для всех, и в этом наш военкомат неумолим. Мое видение в этой ситуации в том, что руководство образовательного учреждения должно было, конечно, доводить парням о том, что поступая на данную программу подготовки, она не имеет государственной аккредитации. Я так считаю, что должны были парням доводить, что парни могли сориентироваться, что их ждет в будущем. В военкомате называют примерную цифру призывников из ВУЗа. Около 20 человек. По данным института, на службу в ближайшее время реально уйдут лишь 5. Но и они не отправятся в никуда. Академ отпуск, хоть и под строевой шаг, сохраняет за солдатом и стипендию, и бюджетное место по той же специальности. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакассия. В Таштыбском районе ремонтируют самый проблемный участок дороги Большая Сея вверх Таштыб. Раньше каждую весну река разливалась, вода переливалась через полотно, и в течение нескольких дней водители передвигались по трассе на свой страх и риск. После завершения работ опасные участки в болотистой местности и низине будут подняты в среднем на полтора метра. В некоторых местах дорога станет выше на два метра. За три месяца дорожники вывезли на трассу около 70 тысяч кубометров скального грунта и щебенки. Для этого рядом с объектом заложили карьер. Стоимость ремонта четырехкилометрового участка дороги 26 миллионов рублей. Первоначально пуск трассы был запланирован на 5 ноября, но подвела погода. В октябре дождик, день через день, маленько. Работу мы тем не менее не приостанавливали, добывали грунт, все готовили. И вот сейчас, сегодня, думаю, мы заканчиваем отсыпку. Далее выравниваем полотно дороги, градируем, срубаем шишки, убираем крупную фракцию камня. Комиссия запланирована на 25 ноября. Настоящий водопад в обычной Саиногорской пятиэтажке не радует ее жителей. Десятки лет по стенам дома бежит вода. И это далеко не чудеса природы, а ошибка при строительстве. Владельцы комнат в малосемейке все это время отчаянно борются с коммунальщиками. А совсем недавно дом обследовали специалисты. Результаты шокировали жильцов. Обо всем Ольга Стельмах. В этом доме не то чтобы жить, заходить сюда опасно. Такое заключение дала комиссия и признала бывшее общежитие в Саиногорске аварийным. И дело не в ветхости здания. Вода буквально вымыла несущие стены. Вот там вся, уже там грибок, плесень, тут уже непонятно, что завелось. Причина постоянного потопа в малосемейке – ошибка при строительстве. Люди утверждают, их дом, вопреки правилам, не прошел приемку. То есть состояние здания перед заселением никто не проверил. Это естественно, что это как происходило. Пришли, бумаги подписали, передали, все. А на что, как происходит, это не делалось. Управляющая компания «Жилтрест», которая обслуживает этот дом, категорически отказывается решать проблему. Многие комнаты давно приватизированы, а значит и ремонт. Только за счет владельцев. Я разошла в туалет, и на меня прям потоп воды. Потом вот припили эту досточку, все бежит. Вот здесь постоянно все мокро. Вот мы вытираем вот здесь вот. Приходили к нам мастера, я им сказала, они говорят, о чем проблема. Я говорю, тут живу, сами делайте за свой счет. А мы платим такие коммунальные услуги, это кошмар. Между тем, огромные потери холодной воды каждый месяц раскидывают по общедомовому счетчику. Влажность помещений зашкаливает от грибка и плесени. Жилые комнаты атакуют насекомые. Дома клопы постоянно, ну как не дома, а с канализацией они лезут. И из-за этого вентиляции мы позакрывали все, чтобы они домой не лезли. Да, конечно, запах. И потом везде мокрота, грязь. Это все в комнаты несется. Тут вот даже проводку всю понамочила, все везде трещало, искрило. Мы боялись даже в душе мыться. Что так вдруг дети током, не дай бог, ударят. Однако эти неудобства утверждают жители терпимы в сравнении с тем, что в любой момент их дом может обрушиться. А это два подъезда по 50 квартир. Сотни людей, в том числе маленькие дети, рискуют оказаться под завалами. Аварийный дом, пускай нас расселяют куда-то с ребятишками. В один прекрасный момент все рухнет, или вся эта проводка замкнет, и все. Сегодня на руках у жильцов официальное заключение комиссии. Угроза есть и серьезная. Администрация Сайногорска обязала управляющую компанию устранить утечки и провести срочный ремонт. Пока опасения людей не подтвердились в реальности. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Это были все новости, которые мы успели рассказать к этому часу. После смотрите рубрику интервью. А я пока с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин